Продолжаем выпуск. Подведены итоги благотворительной акции «Стань Дедом Морозом», проводимой в магазине «Родный Кут» на улице Тухачевского в Лиде. В его торговом зале размещена елка, на ветках которой висели открытки с новогодними желаниями воспитанников Лидского районного социально-педагогического центра. Ребята просили у добрых волшебников плюшевого медведя, волейбольный мяч, робота на пульте управления, детскую косметику, канцелярию. Лидчане с радостью воплотили в реальности детские мечты. Всего за две недели акции все просьбы были исполнены. Вчера подарки были доставлены адресатам в Лидский районный социально-педагогический центр. Их привезли сюда представители Лидского филиала Гродненского обл.потребобщества и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Они устроили для детей настоящий праздник с играми, песнями, танцами и стихами. Подарили сладкие новогодние подарки и угостили кондитерскими изделиями собственного производства. Администрация нашего Лидского филиала Гродненского обл.потребобщества во главе с директором Водейкой Кристиной Петровной, профсоюзной организацией и в этом году в рамках акции «Наши дети» не ставили без внимания детей в государственное учреждение образования Лидский районный социально-педагогический центр «Город Лида». Как и в прошлые годы, рисунки детей вывешивались на новогодней елке в магазине «Родный клуб» по улице Тухачевского, 64. Работники и покупатели не проходили мимо, а взамен на рисунки приобретали подарки. Эта традиция позволяет исполнить заветное желание детей, подарив им волшебную атмосферу зимних праздников. Ведь взрослые должны воплотить мечты детей, конечно же, в реальность. Хочется поблагодарить всех, кто не стал все равнодушным к этой акции. Хочется отметить покупателей магазина. Они оставили, конечно, только свои фамилии. Это Кашета, Якимович, Желтко, Гулицкая, Поздняк и другие, а также работника Лидо-медиа-компании Левдорович Веронику, которые тоже приняли активное участие в данной акции.